Здравствуйте, меня зовут Ефремов Валерий Анатольевич, я доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского государственного педагогического университета имени Герцена. И сегодня я предлагаю поговорить на невероятно интересную тему «русский наивный», что имеется в виду. Дело в том, что в 1964 году на одной из конференций, посвященной социолингвистике в Лос-Анджелесе, был введен термин «народная лингвистика» — «folk linguistics». И с тех пор ученые, не только, кстати, лингвисты, но и специалисты в области гуманитарных знаний, задаются вопросом, а как, собственно, выглядят наивные знания о языке, истории, математике, физике, химии в сознании обыденного человека, обычного, не ученого, не специалиста, не профессионала. И я бы начал с невероятно интересной книги, которая в Америке вышла в 2017 году, а на русском языке появилась в 2019, которая называется «Смерть экспертизы» или «Как интернет убивает научные знания». Интересно, что автор этой книги Том Николс не только военный, причем достаточно заслуженный, но и профессор нескольких американских университетов. И вот в этой книге он очень остро ставит вопрос ребром. А, собственно говоря, как сейчас предстают знания, кто является экспертом и почему в социальных сетях, в интернете так много разных противоречивых точек зрения. И вот в этой книге мне очень нравится пассаж, который автор приводит во вступление. «В современности, пишет автор, все поддается пониманию всякого, и каждое суждение по любому предмету так же хорошо, как любое другое». С другой стороны, в качестве эпиграфа я бы взял небезызвестную русскую присказку о том, что каждый человек может рассуждать о трех вещах – о футболе, политике и родном языке. Правда, надо отдать должное, что в некоторых случаях эту пословицу варьирует. То есть мы можем услышать, например, о политике, футболе и воспитании детей, о воспитании детей, деньгах и языке и так далее. Но в большинстве случаев язык действительно попадает в категорию тех феноменов, о которых каждый может рассуждать, как заблагорассудиться. Сам термин «наивная лингвистика» в российской науке появляется в конце XX века, и под ней сейчас понимают комплекс представлений о языке, которые обнаруживаются либо в самой системе, либо в обыденных представлениях носителя о языке. Условно говоря, как рядовой носитель русского языка воспринимает русский язык. И в этом смысле, говоря о «народной лингвистике» или «наивной лингвистике», как это принято в России, мы можем выделить несколько слоев таких околонаучных знаний. С одной стороны, мы можем говорить о «наивной палеографии». То есть, это достаточно известно, в том числе и в интернете, движение людей, которые готовы рассказывать нам о том, как устроены славянские руны. На всякий случай предупрежу, что никаких славянских рун в природе не существует. О том, как выглядело докириллическое письмо и какие тексты на нем созданы. Еще раз подчеркну, что никаких докириллических текстов ученым не известно, а то, что известно, до сих пор не поддается интерпретации. Итак, «наивная палеография» — это одна из разновидностей наивной лингвистики. «Наивная этимология» — о ней мы сегодня будем говорить отдельно. Это представление о странных, с точки зрения науки, происхождении тех или иных слов. «Наивная лингвокультурология» — если мы обратимся к интернету, то увидим, что у современной молодежи достаточно модным и популярным является такой ресурс, как «лукоморье». Вот на этом ресурсе не только описаны современные мемы, реалии городской действительности, элементы традиции поклонников мультфильмов, компьютерных игр и так далее, но в некоторых случаях и дается определение таких новомодных слов, как, например, слово «няша», дается истолкование, откуда пришло это слово, с каким пластом молодежной культуры оно связано. «Наивная культура речи» — наверное, вы слышали движение «йофикаторов». Это люди, которые порой весьма настойчиво забрасывают средства массовой информации, звонят на телевидение и радио с требованием немедленно восстановить права несчастные, как они считают, буквы «йо», и настаивают на том, что в именах собственных, на памятниках, на вывесках городских названий всегда должна существовать буква «йо». У этого сюжета есть своя отдельная история, но движение «йофикаторов» — это как раз пример такой наивной культуры речи. Ну и интернет дал возможность развиваться тому направлению, которое возникло довольно-таки давно, но не имело таких масштабов. Я имею в виду наивную лексикографию. Ведь, если подумать, то теперь каждый может создавать словари или каждый может участвовать в составлении тех или иных лексикографических источников. Вот об этом я и предлагаю сегодня поговорить, остановившись на двух ипостасях наивной лингвистики — на наивной этимологии и наивной лексикографии. В качестве примера наивной этимологии я бы привел тот пример, который Юрий Владимирович Откупщиков, очень известный и хороший специалист в области индоевропейского языкознания, этимологии, индоевропейских связей между теми или иными языками, приводит пример слова «выдра». Если мы не знаем настоящую этимологию этого слова, то мы можем попасть в ситуацию, которую и описывает Юрий Владимирович в своей книге. Когда один из собеседников спрашивает другого собеседника, а из какой шкуры у вас сделан воротник, тот говорит «выдра». И, соответственно, первый собеседник спрашивает, вы знаете, откуда произошло слово «выдра»? «Выдра» от глагола «выдирать». Дело в том, рассуждает этот горе лингвист, что когда готовят мех выдры, то обязательно нужно выдрать подпушек, который якобы мешает красоте этого меха. И вот перед нами пример того, что и называется народной этимологией. Дело в том, что глагол «выдрать» никакого отношения не имеет к названию водного животного «выдра». А вот если мы обратимся к словарям, к специальным этимологическим словарям, которые и описывают научное происхождение слова, то мы узнаем, что «выдра», как это ни парадоксально, накоренует со словом «гидра». Помните один из 12 подвигов Геракла – борьба с лирнийской гидрой? Так вот эта «гидра», на самом деле, однокоренная за словом «гидро» – вода, отсюда пенерудская гидрология, она является то, что в науке называется коррелятом славянского слова «выдра». Дело в том, что в слове «выдра» «в» не исконная. Это так называемая протеза, которая возникла по своим историческим законам, которые известны любому словисту, любому человеку, который получал классическое филологическое образование в области славянских языков. Итак, пример «выдра» – это народная, она же ложная, этимология. Но почему же так происходит? Почему некоторые люди хотят находить вот эти непонятные связи и как они, собственно говоря, это делают? И тот же Юрий Владимирович Откупщиков в своей замечательной книге говорит о том, что если ученые восстанавливают, реконструируют, предполагают гипотетические этимологии, пытаются найти связи между родственными или иногда далеко родственными языками, используя научные методы, которые выработаны в лингвистической науке еще в середине XIX века, то обычный горе-этимолог просто сопрягает слова. Ему нравятся случайные совпадения, ему нравится отдаленное сходство, и в результате он может делать невероятные выводы, о которых мы сегодня и поговорим. Но, справедливости ради, надо сказать, что впервые опыты такого рода народной этимологии мы находим на самом-то деле в довольно-таки серьезной книге, которая принадлежит Перу Василия Кирилловича Тридяковского, знаменитого поэта, писателя, драматурга, переводчика и филолога середины XVIII века. Так вот, в книге «Три рассуждения о трех главнейших древностях российских» 1849 года Василий Кириллович Тридяковский и открыл этот ящик Пандоры. Он впервые попытался объяснить этимологию тех слов, которые до него не подвергались научному объяснению. Кстати, надо отметить, что эта книга 1849 года многими современными лингвистами рассматривается как один из первых, собственно, русских опусов лингвистической мысли. До этого времени настоящих научных книг не существовало. С другой стороны, мы понимаем, что середина XVIII века это практически еще донаучные знания в области лингвистики. И в этом смысле то, что делает Тридяковский, это, конечно, по понятным, объективным причинам страшно далеко от настоящей науки. Надо отметить, что Тридяковский считал, что русский язык относится к разряду, тогда еще не было этого термина, пра-языков, то есть из русского языка вышли многие европейские языки. И в то время царствовала достаточно распространенная среди классицистов идея о том, что все языки портятся. Вот это представление долгое время существовало в европейской науке, и Тридяковский ее разделяет полностью. Следовательно, если мы посмотрим на внутренние корни слов, которые похожи по звучанию или как-то иначе в сознании Василия Кирилловича Тридяковского на русские слова, то мы таким образом восстановим вот тот утраченный, гармоничный, прекрасный, идеальный русский язык, который, еще раз подчеркну, с точки зрения Тридяковского был базовым для многих европейских языков. И вот впервые в науке Тридяковский пытается описать слово «скифы» через глагол «скитаться». То есть «скифы», мы помним это кочевое племя, скитались по мысли Тридяковского из среднеазиатских прикаспийских степей, распространялись дальше по Евразии, и вот это вот скитание и дало название слова «скифу». Амазонки, древнегреческий миф, вспоминаем эти древнегреческие мифы, которых никогда, конечно же, не существовало в реальной истории, по Тридяковскому следует интерпретить как о мужонке, то есть те, которые мужественны, как мужчины, но при этом все равно женщины. На самом деле этимология слова «амазонки» невероятно интересна, и если вы откроете современные этимологические словари западных языков, то увидите там очень интересную историю, связанную с приставкой «А» – отсутствие «амазон», которая означает «грудь». Помните, да, что амазонки для того, чтобы натянуть лук, срезали себе одну из грудей. Но это не касается истории русского языка. Еще из примеров такой странноватой, или, как мы сейчас сказали, народной этимологии Василия Кирилловича Тридяковского, Италия на самом деле удаля. Понятно, почему она слишком далеко находится от славянского, и русского мира, поэтому ее назвали удалей. Догадайтесь, какое слово породило славянское слово «сечелия». Конечно, это Сицилия. Почему Сицилия называлась по представлению Тридяковского изначально «сечелия»? Потому что она отсечена от Италии. И такого рода этимологий было достаточно много в работах, кстати, не только в этой Тридяковского, но мы понимаем, что это, конечно, мифы, это, конечно, неправда. Еще раз подчеркну, это не беда Тридяковского. Дело в том, что наука в середине XVIII века еще только-только становилась, и поэтому у нее могли быть свои проблемные зоны. Еще в качестве примера народной этимологии я бы привел знаменитую и хрестоматийную, потому что попала в школьную программу, повесть Николая Семеновича Лескова «Стальная блоха. Сказ о тульском левше». Вот тогда впервые, пожалуй, так подробно в художественных текстах была отражена особенность просторечия, так называемая ложная народная этимология, характерная для лиц не очень образованных, с небольшим интеллектуальным багажом и, безусловно, не знающих иностранные языки. Вот в этой повести, в этом сказе Лесков обратил внимание читателей на ряд народных этимологий, которые он не просто придумал, он их действительно мог обнаруживать в повседневной речи мещан, крестьян, не очень образованных людей. Например, вместо слова «вестовой», не очень понятное для левши, левша использует слово «свистовой», от слова «свисток». Вместо слова «фильетон», совершенно непонятное для русского человека слово, он коверкает его в «клеветон». И надо сказать, что такого рода явления существовали не только в XIX веке, но и в XX. Можно вспомнить, например, слово «фрикадолька», потому что «фрикаделька» надо еще посмотреть словать, что означает это заимствованное слово, а «долька» уже как-то дает представление о том, почему так назван этот предмет. Ну, или, например, в истории русского языка зарегистрировано такое слово, как «гувернянька», то есть слово «гувернант» и «гувернантка», соответственно, которое восходит к французскому языку, было совершенно непонятно, а вот если там появляется слово «нянька», то как будто бы вроде становится чуть легче. Надо сказать, что такого рода пересмысления слов вообще-то характерны практически для любого человека, который находится в возрасте 3-5 лет. И здесь я бы хотел привести пример из замечательной, невероятно интересной книги основателя отечественной онтолингвистики. Онтолингвистика – это наука о том, как ребенок осваивает родной язык, изучает иностранный, как его мышления взаимодействуют с языком и так далее. Так вот, в книге «Язык и ребенок» «Стелла Наумен Тейтлин» мы можем найти многочисленные примеры такого рода детской этимологии. Ну, например, если взрослые говорят «абажур», то в речи детей зафиксирована форма «лампажур». «Абажур» – слово, заимствованное с французского языка еще в XVIII веке, создает определенные проблемы для человека, не знающего французский язык. Но «лампажур» сразу становится понятно, ведь это же для лампы какой-то жур, видимо, и, возможно, пока ребенок еще не знает, что это значит, суффикс, какая-то часть, вот, соответственно, «лампажур» становится понятным. Что такое автомобиль? Тоже надо вспомнить вот эти два корня греческо-латинские, а вот «автовазиль» уже становится как будто бы попроще. В автомобиле же возят, в том числе и маленьких людей, значит, его можно назвать «автовазилем». Или, например, слово «клейкопластырь», как вы думаете, что означает? Конечно, это лейкопластырь, но лейкопластырь предполагает необходимость обращения к словарям, чтобы вскрыть внутреннюю форму. А ребенку проще назвать это клейкопластырь, потому что он клеится, хотя и слово «клейк» вызывает вопрос его происхождения. Таким образом, то, через что проходит любой, и, кстати, не только русскоязычный ребенок, когда осваивает свой родной язык, по очень понятным причинам. Дело в том, что ребенку хочется сделать понятным этот бесконечно большой список слов, и если, например, есть слово «черника» и слово «голубика», то почему нельзя придумать слово «красника» для обозначения «брусники» или «малины»? Вот такого рода попытки переосмысления слов, так называемая детская этимология, собственно, с возрастом должна исчезать. Однако есть люди, которые продолжают, будучи уже взрослыми и вроде бы образованы людьми, использовать ровно такого же рода приемы. И здесь состоит одна из главных опасностей народной лингвистики, потому что зачастую эти люди имеют большие аудитории, они пишут книги, причем иногда очень толстые книги, и вот эти свои совершенно невероятные, если не сказать глупые и чудовищные идеи транслируют на большую аудиторию. В этом смысле я хотел бы напомнить деятельность небезызвестного, ныне покойного сатирика, имя которого мы не будем называть, который в конце своего творческого периода, собственно, именно такого рода наивными этимологиями занимался. И когда человек с больших трибун в огромных залах рассказывает что-нибудь типа «все, что я сейчас скажу, не является ни в коем случае правдой». Цитата. Изначально наш язык, русский язык, алгоритмизирован буквосочетанием «ра». Это не просто случайное сочетание звуков в азбуке. Словом «ра», как единым началом жизни, прежде всего, отождествляли понятие «бог», «вселенная», «солнце». Давайте в этом убедимся. Россия изначально называлась «ра-сея», «солнцем посеянное». Страна, излучающая божественный солнечный свет. Сразу становится ясно, почему русский народ отличается такой высокой духовностью и нравственностью. Почему такая ненависть именно к русским у сатанистов Запада. Радуга, солнечная дуга, рассвет, ракурс, даже не надо комментировать, вера, знание, «ра», разум, «ра-аз-ум», постижение «ра-умом нового племени» и так далее. Еще раз подчеркну, все эти игрища – это абсолютная ересь, ерунда и чушь. Это не соответствует действительности, и ни в коем случае не надо прислушаться к такого рода этимологиям. Впервые достаточно полное и разгромное исследование такого рода штудий предпринял ныне покойный академик Андрей Анатольевич Зелезняк, который сначала в нескольких выпусках журнала «Наука и жизнь», а потом в монографии 2009 года, которая называется «Из заметок о любительской лингвистике», и описал такого рода ложные этимологии. Собственно, в интернете подобного рода деятели называются лингвофриками, и вы можете найти отдельные сайты, которые, например, на сайте Фрикипедия, посвящены такого рода гореинтерпретаторам слов. В качестве примеров того, как работают лингвофрики, и как они сопрягают совершенно не связанно друг с другом этимологические слова, академик Зелезняк выделяет, например, такие приемы. «Созвучие обязательно означает родство». И вот когда мы видим сюжет, с которого мы начали выдра выдирать, это как раз такого рода прием. Еще раз, очень просто обнаружить связи там, где нет, и сойти за умного, предположить, что типа, вот смотрите, какой я знающий человек. Или пресловутый пример, которым писал в свое время еще Иосиф Бродский, «дурак» в турецком языке означает «остановка». Соответственно, это не случайно, что в русском языке слово «дурак» означает «глупого человека». И дальше вы можете привести любые примеры, любой ассоциативный ряд, потому что это не полное несоответствие действительности. Нет никакой связи между турецким «дурак» и русским «дурак». Очень часто лингвофрики словообразование игнорируют полностью. Например, тот же сатирик в одной из своих спичей говорил о том, что мужчина называется не случайно мужчина, это муж по чину. Это полное чушь. Дело в том, что чинь здесь, это не цельный суффикс, и он возникает довольно-таки поздно. Само слово «мужчина» это так называемый полонизм, то есть пришел в русский язык в 16 веке во многом под воздействием польской формы. Но это не важно. Важно то, что мужчина никогда не разлагался и не может быть разложен на муж и чинь. Написание для лингвофриков гораздо чаще важнее звучание. А вот это очень интересная вещь, и здесь мы можем остановиться на хрестоматином примере слова «свидетель». В современном русском языке мы пишем это слово через «и» и полностью уверены, что здесь есть корень «видеть». То есть «свидетель» — это тот, кто видел произошедшее. На самом-то деле в древнерусских текстах и в старославянских текстах это слово писалось через «ядь». То есть корень здесь был не «видеть», а «ведать», «знать». И «свидетель» — изначально слово, обозначающее не «очевидца», а того, кто знает о произошедшем. А «очевидец» назывался «соглядатый» или, собственно, «очевидец». Когда в русском языке звук «ядь» перестал существовать как самостоятельный совпал в литературном языке с звуком «э», это произошло, по всей видимости, в 16-17 веках, то слово потеряло свою внутреннюю форму, как это называется в науке, и стало писаться через «и». То есть вот перед нами пример народной этимологии, которая повлияла на пересмысление самого слова. Но лингвофрики делают такое сплошь и рядом с любыми понравившимися им словами. В конце я хочу еще раз подчеркнуть, что главная опасность лингвофриков, которые занимаются такого рода разысканиями, это ненаучность их интерпретаций, которые очень часто заполняются какими-то идеологическими, политическими, необходимыми автору культурными оттенками смыслов. И вот тот пример, который я прочитал несколько ранее, очень хорошо показывает, как через совершенно чудовищные придумки можно поставить русскую нацию выше любых, как там сказано, сатанистских западных наций. То есть я бы хотел предостеречь зрителей от того, чтобы не слушать такого рода легкие рассуждения и помнить о том, что язык устроен гораздо сложнее, чем это могут предположить люди, которые очень часто не имеют вообще никакого гуманитарного образования, а в некоторых случаях никакого образования вообще. И второй блок, на котором я хотел бы остановиться, это блок, связанный с наивной лексикографией. Напомню, что лексис – это слово, графус пишел. Лексикография – это вспомогательная практическая дисциплина лингвистики, которая занимается составлением словарей. И здесь мы тоже попадаем в очень интересную ситуацию. Дело в том, что с начала 21 века в современной России происходит то, что ученые называют словарным беспределом. Если вы зайдете в любой, даже небольшой книжный магазин, то вы увидите огромное количество словарей, разных словарей русского языка, школьных словарей, переводных словарей и так далее и тому подобное. И вот здесь нужно очень четко понимать, что зачастую словари сейчас публикуют авторы, которые не имеют никакого филологического образования. И это очень страшно. Но мы сейчас с вами, да, соответственно, в качестве лайфхака, в качестве совета могу рекомендовать следующее. Если вы видите, что у словаря нет автора, это 100% плохой словарь. Если вы видите, что у словаря нет рецензентов, не указано издательство или написано по материалам каких-либо словарей, это тоже плохие словари. Весьма аккуратно надо пользоваться словарями, которые рассчитаны на школьников. То есть, если в названии словаря вынесен школьный словарь синонимический, антонимический, этимологический, то это не означает, что это плохой словарь. Но подделок на такого рода рынке очень много. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны. Каким словарям стоит доверять? Тем, которые изданы под грифом Академии наук. Тем, в которые имеют несколько рецензентов. Которые созданы не одним человеком, а целым редакционным коллективом. Вот такого рода словари, скорее всего, хороши. Такого рода словарям стоит доверять. Но я бы сегодня остановился на одном ракурсе наивной ликтикографии. Это на том, что творится в интернете. Почему? Потому что, я думаю, что не открою ни для кого секрет, современная молодежь крайне редко пользуется бумажными словарями и зачастую обращается именно к интернет-словарям. А вот там нас ждут множество разнообразных сюрпризов. И я бы начал обзор, собственно говоря, главным для анализа, сделал Вики-словарь. Напомню, что современную молодежь иногда называют поколением Вики. Почему? Потому что это люди, которые огромное количество научной и околонаучной информации черпают из Википедии. Но дело в том, что не надо путать энциклопедию, Википедия и словарь, Вики-словарь. Не все языки имеют Вики-словари. Для того, чтобы открыть такого рода возможности, Википедия на том или ином языке должна содержать не меньше 100 тысяч единиц. Надо подчеркнуть, что русскоязычный Вики-словарь возникает в 2004 году и уже в 2008 по количеству контента, то есть содержание, которое он отражает, с 2008 года русский Вики-словарь занимает первое место в интернете. Да, по количеству слов он уступает, допустим, англоязычному Вики-словарю, но по количеству проработки слов он очень и очень неплох. И в этом смысле мне нравится сама идея Вики-словаря, вот как свою цель формулируют сами авторы этого ресурса. Вики-словарь это многофункциональный электронный словарь и одновременно сетевое сообщество, основанное на духе взаимного уважения и заинтересованное в создании высококачественного лексикографического ресурса. И надо сказать, что действительно на сегодняшний день Вики-словарь очень и очень неплохой продукт наивной лексикографии. Сейчас на июнь 2020 года в нем содержится более миллиона словарных статей, и это словарь, который, безусловно, отражает стаисть современного русского языка очень и очень неплохо. Но так было не всегда. Когда только-только появился Вики-словарь, у него была очень странная структура, и у него были откровенные лексикографические ляпы. Более того, на протяжении нескольких лет студенты филологического факультета, с которым мы изучаем современную лексикографию, занимались тем, что искали разного рода лексикографические ошибки в Вики-словаре, и надо сказать, что им это удавалось достаточно легко. Например, у меня сохранился скриншот Вики-словаря 2012 года, в котором буква «Я» и личное местоимение «Я» объединены на одной странице. То есть для горя лексикографа, который описывал эти два разных слова русского языка, не было принципиальной разницы. «Я» и «Я», значит, пусть будут в одном месте. Сейчас ситуация выпривалась, и, собственно, эти два амонима описаны в разных словарных статьях на разных страницах Вики-словаря. В качестве примера того, как выглядит полноценная, ну или максимально приближенная к идеалу статья Вики-словаря, русского Вики-словаря, я бы взял пример со словом «карикатура». И вот мы видим, что с одной стороны здесь есть картинка. Это всегда замечательно, потому что западная, особенно учебная лексикография, стремительно движется в сторону картинных словарей. Очень удобно соотносить некий образ, который нам тут же представлен, со словом. Это, кстати, и лучше запоминается. Здесь есть полная, то, что называется в науке, парадигма, то есть вся система склонения слова «карикатура». И это, безусловно, удачно, потому что нам не нужно мучиться с тем, особенно если мы изучаем русский как иностранный, с тем, какое окончание в какой форме у этого слова и куда падает ударение. Здесь вы можете прослушать произношение этого слова. Здесь даются значения слова «карикатура». И надо сказать, что три значения этого слова – это практически исчерпывающее описание семантики этого слова. Приводятся синонимы, антонимы, гиперонимы и даже дана этимология, причем этимология дана, в отличие от лингвов-фриков, по правильному, хорошему, качественному, пусть и немного устаревшему этимологическому словарю русского языка Максимилиана Фасмара. Но возникает вопрос, если все так замечательно, то почему мы с тревогой говорим о наивной лексикографии? Дело в том, что главный вопрос, который мы должны поставить, анализируя Викисловарь, и не только, кстати, Викисловарь, хочу подчеркнуть, что в Рунете, в русском сегменте интернета, существует огромное количество других наивных словарей, то есть словари, которые создаются самими пользователями. Например, в качестве таких больших графических ресурсов можно привести словоборг, слово ново или словарь молодежного сленга, в который, кстати, вмещает себя далеко не только единица молодежного сленга. Если хотите, можете посмотреть, как это выглядит в интернете. Психологи рекомендуют оценивать то или иное явление сначала с положительной стороны, а потом с отрицательной. В чем же преимущество интернет-словарей? Первое и, наверное, основное – это оперативность. Как только слово появляется в устной речи на страницах молодежных интернет-изданий, то оно тут же может быть описано тем или иным интернет-пользователем. И в этом смысле мы понимаем, что, конечно, бумажные словари никогда по оперативности не догонят электронные словари, интернет-словари и в этом смысле их большое преимущество. Второй важный момент – интернет-словари доступны широкому кругу пользователей. Нам не нужно идти в библиотеку, нам не нужно покупать 17-тонный словарь современного русского литературного языка, изданного в середине 20 века. Мы можем все это найти и здесь, и сейчас с помощью интернета, в своем телефоне, в любом другом гаджете. И нам не нужно тратить огромное количество усилий, и нам не нужно все это держать в библиотеке. Преимущество интернет-словари заключается в том, что оно может быть хорошим подспорьем для изучающих русский язык. Опять же, мы можем найти разного рода словари, рассчитанные на разную аудиторию в интернете. И помощь соотечественников, которые живут за рубежом. Нам не нужно перевозить с собой многотомные словари. Мы, опять же, несколькими движениями мышки можем найти нужную информацию здесь и сейчас. Это бесплатность, потому что настоящие большие многотомные словари стоят больших денег. К сожалению, это так, и это во всем мире. А здесь мы можем найти эти словари бесплатно. Это привычность и удобство работы для молодого поколения, безусловно. То есть, молодежь голосует обеими руками именно за электронные словари, потому что это удобно, это современно, это то, к чему они привыкли. Ну и, собственно, возможность составления неких специальных словарей, рассчитанных на конкретные нужды. Такие словари существовали и в бумажную эпоху. То есть, есть отдельные словари политиков, политического языка. Есть словари, необходимые для журналистов и на журналистов ориентированные. Есть словари для работников радио и телевидения, в которых, например, в отличие от обычных классических, эрпопических словарей, не даны варианты. Все слова в словаре для работников радио и телевидения даны только в одном произносительном варианте и только с одним ударением. Хотя мы понимаем, что, конечно же, в русском литературном языке возможны и варианты. Так вот, такого рода коллегиальные словари, словари рассчитанные на нужды конкретного пользователя, конечно же, гораздо удобнее создавать в интернете. Но, как говорят англичане, every part has a minus, у каждого плюса есть свой минус. В чем минусы интернет-клитикографии? Во-первых, это максимально субъективный языковой опыт. То есть, особенно если мы говорим о словарях, посвященных новым словам, то зачастую в словарь, кстати, новых слов попадают слова, которые просто кто-то вдруг неожиданно для себя узнал и тут же опубликовал. Понятно, что такого рода интернет-пользователи совсем не применяют себя поиском словарей по... слов по бумажным словарям или поиском по национальному корпусу русского языка, через которые хотя бы можно посмотреть, а было ли это слово где-нибудь когда-нибудь зарегистрировано. Нет, я услышал впервые, мне показалось оно новым и свежим, я тогда помещу его в какой-нибудь словарь, интернет-словарь новых слов. Дальше это, конечно, полная системность. То есть, если мы посмотрим на словари, особенно словари новых слов, которые многократно повторяются под разными названиями, но со схожим контентом в интернете, то мы увидим, что никакой системы там нет. Еще раз, если кому-то захотелось описать какое-то слово, то это слово попадает в словарь. Если кто-то какое-то слово не заприметил, то у этого слова весьма печальная ксигархическая судьба, и он может просто не оказаться описанным. Кстати, надо сказать, что одна из бед Вики-словаря, уже большого корпуса, напомню, что на нынешний момент там содержится более миллиона слов, это то, что зачастую слова только заявлены и никакого описания не получили. То есть, кто-то когда-то, видимо, захотел описать то или иное слово, создал для него страничку, а дальше то ли времени не было, то ли подзабыл, что это слово тоже было задано, и теряется слово таким образом. Третий очень важный момент – это оказиональность. То есть, есть слова, которые попадают, которые не попадают. Некоторые слов могут носить оказиональный, орготический характер. То есть, кто-то когда-то где-то нашел слово, которое не отражает узус употребления, просто, например, поэтическая находка слова, которым вдруг решил чегольнуть публицист, а кто-то это слово подхватил и опубликовал его в качестве нового слова, при этом не отследив, насколько оно чистотно, насколько оно вообще употребительно. И вот такого рода оказиональное употребление невероятно интересно искать лингвистам в словарях неографических. А вот нужны ли эти слова широкому пользователю, на который вообще-то и рассчитаны, интернет-словари – это серьезный вопрос. Дальше. Зачастую в такого рода словарях смешивается энциклопедическая и лингвистическая информация. Надо сказать, что это вообще проблема не только для отечественной, но и для западной лексикографии. Что именно должны мы описывать в толковых словарях? Безусловно, слова, то есть структуру языковой картины мира. Потому что в энциклопедиях мы описываем научную картину мира. Именно поэтому, кстати, научные энциклопедии, энциклопедии вообще могут быть переведены с одного языка на другой. Именно так, например, поступают с британикой. Существует русский вариант, испанский вариант, британская энциклопедия, потому что это именно энциклопедия. А вот такого словаря нельзя перевести с одного языка на другой. И когда внутри словарной статьи мы обнаруживаем описание не только слова, но еще и термина или фрагмента научной картины мира, вот это вызывает вопросы у лингвистов. Не смешиваем ли мы несмешимые сущности? Ну и самый главный вопрос, который возникает, когда мы говорим о наивной лексикографии, о сути кто? Кто те люди, которые составляли эти словарные статьи? Насколько они специалисты в своей области? Насколько у них есть филологическое образование? Хочу еще раз подчеркнуть, что огромное количество лингвов, фриков, людей, которые занимаются народной полиографией, наивной этимологией, вообще не имеют никакого гуманитарного подчас образования. А кто те авторы статей, кто заполняет Вики словарь? Мы тоже этого не знаем. Это анонимное творчество. И вот здесь я бы хотел все-таки подчеркнуть, что да, безусловно, во многом будущее за электронными словарями, за словарями, размещенными в интернете, и даже с такими ресурсами, как Вики словарь. Мне тоже иногда помогает Вики словарь, потому что это гораздо удобнее посмотреть, что описано в этом словаре, нежели снимать с полки один из томов многотомного издания. Но мы должны четко понимать, что в такого рода изданиях, интернет-словарях, существуют возможные ошибки, потому что это крайне плохо редактируется, это плохо модерируется. И если у любого многотомного словаря мы знаем поименно автора, предупрежденные коллеги, редакционного состава, который всегда указан в словарях бумажных, то здесь такой возможности у нас нет. Ну и традиционно хорошая новость. Безусловно, интернет-лексикография тоже улучшается, поэтому мы можем надеяться на то, что рано или поздно Вики словарь займет свое почетное место, если не на полке, то в закладках образованных интеллигентных людей. Но надо быть весьма аккуратными, с разного рода инсинуациями, связанными с русским языком, я имею в виду еще раз народную этимологию, и для того, чтобы не попасться на эту удочку, пользуйтесь проверенными этимологическими и историческими словарями. Спасибо, всего доброго.